Здравствуйте! В эфире Первого Карагандинского новости. В студии работает Мирамугуль Салкимбаева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Город Металлургов отметил свой юбилей. Почему прокуроры недовольны работой карагандинских полицейских? Что стало причиной плохой раскрываемости краж скота? Прошел вечер поэзии Алаштына Архалахана, посвященной 65-летию поэта Серика Ксункарула. Тимиртау отметил свой 70-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло на центральном стадионе города Металлургов. Поздравить знаменательные даты приехал Акиму области Нурмухамбет Абдебеков. На месте празднования побывала и наша съемочная группа. Тимиртау на центральном стадионе собрались множество людей. И они уже готовы поделиться своими первыми впечатлениями о сегодняшнем празднике. Извините. Поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением о сегодняшнем празднике. Я поздравляю всю Карагандинскую область с городом. С праздником 70-летия. Всего хорошего. Процветайте, живите. И всем привет, кто меня видит. Праздничная программа открылась историко-театрализованным шествием. С улицам Мангильды продолжился парадом на стадионе Металлург. Представленный народу представление охватило всю историю образования города. Поздравить темиртауцев приехал сам Акиму области Нурмухамбет Абдебеков. Уважаемые темиртауцы, сегодня мы отмечаем знаменательную дату 70-летний юбилей города. Тимиртау известен далеко за пределами Казахстана не только как один из индустриальных центров страны, но и в первую очередь как город первого президента, в котором началась политическая и трудовая биография лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Концертную программу открыл известный певец родом из темиртау Роман Ким. Собравшись на стадионе народ с размахом праздновали и радовали всему происходящему. Настроение отличное. Поздравляем всех темиртаусов с днем 70-летия города. Желаем всем достатка, здоровья и процветания нашему городу. Кроме того, в программу праздника было включено 20-летие Ассамблеи народа Казахстана, 20-летие Конституции Республики Казахстан и 550-летие Казахского ханства. Постановкой специально занималась режиссерская группа из Алматы. Настроение, конечно, прекрасное, очень интересное и красочное шоу. Хотелось бы сказать большое спасибо руководству города за организацию проведения такого мероприятия. А нашему городу хотелось бы пожелать дальнейшего процветания, мирного неба над головой и всего самого хорошего. Мы сегодня с нашими детками приходили сюда. Мы на велосипедах ехали и открывали это шествие. Карнавальное шествие завершилось концертной программой, подготовленной творческим коллективом концертного объединения имени Кали Байжанова, посвященной 70-летию города, а также праздничным салютам. За последние годы темиртау заметно преобразился, сохраняя свое историческое своеобразие, неповторимый стиль и уникальный архитектурный облик. Дом детей и юношества, детский сад, школа и торгово-развлекательный комплекс с пятизвездочным отелем появится в рамках проекта «Новый центр». Это стало известно на очередном заседании под председателем первого заместителя Акима области. Причиной сегодняшней встречи стало освоение планировки запланированного района проспекта Республики до Голубых прудов с формированием нового центра. Преобразится по-новому и станет самым сердцем шахтерской столицы. Для формирования поставленных целей под представительством руководителей города постоянно действует орган в виде дирекции для эффективной реализации поставленных работ. С формированием нового центра образован персональный состав дирекции и пять рабочих подгрупп для рассмотрения различных вопросов по направлению. Дирекция создана для реализации единой градостроительной, архитектурной, инженерно-технической политики в формировании нового центра. На заседании также были рассмотрены решения по фасаду благоустройства школы и детского сада в микрорайоне Кендала, который находится в прилегающей территории. Кроме того, в реализации объектов и комплексов будут привлечены инвесторы. Сам же проект приступил к освоению в мае текущего года. Фариза Албаева, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. С Днем пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны и тыла поздравил Аким Октябрьского района. Кроме того, чиновники наградили мать шестерых детей Надежду Лаврентьеву медалью Кумы-Салка. Организаторы подготовили концертную программу и вручили ценные подарки людям в преклонном возрасте. Нелегкая судьба Надежды Лаврентьевой заставила работать и воспитывать шестерых детей одновременно. Сейчас женщина на пенсии. От рада ее жизни стали внуки, которым она посвящает все свое время. Новость о получении медали вызвала у героини слезы радости. Сейчас буду плакать. Я счастлива. Дети все хорошие. Помогают. Уже мне с внуками. В школу, со школы, варю. Праздник Международный день пожилых людей начали отмечать еще в 90-х годах. С того момента в этот день местные исполнительные органы чествуют всех людей в преклонном возрасте. Не остался в стороне и Аким Октябрьского района. Иржан Тимирханов, поздравив ветеранов, поблагодарил за мужество и самоотверженный труд. Традиция встречи с ветеранами, чтобы их поздравить с Днем пожилого человека. Отдать им дань уважения их труду, их участию в общественной жизни. У нас есть ветераны, за которым уже далеко даже 90, но они принимают активное участие в общественной жизни. Гости торжества пели, угощались вкусной едой и поздравляли друг друга. В завершении праздника всех ветеранов наградили ценными подарками. Диана Рамазанова, Толеген Рашитов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки, для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Карагандинцы смогут покупать плодовощную продукцию дешевле, чем на рынке. Сотрудники Управления сельского хозяйства определили объемы плодовощной продукции для закладки в стопфонд на 2015-2016 года. Подробнее в материале о сельсозанбаевой. В связи с тяжелым финансовым положением страны необходимо не допустить необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания. Управление сельского хозяйства совместно с СПК СРРК почитали объемы плодовощной продукции для закладки в стопфонд на 2015-2016 года. Комиссии по формированию стабилизационного фонда и распоряжение Макима области принято решение о создании стабилизационного фонда на 2015-2016 годы. Также выделены из местного бюджета средства на формирование стабилизационного фонда. У областных сельхозпроизводителей продукцию будут закупать по низким фиксированным ценам. Соответственно, при лавках в магазинах цены тоже не будут завышать. На 2015-2016 годы в стопфонде определены объемы овощей. Например, картофель рассчитан на 1000 тонн, свекла и капуста на 110 тонн. И другие продукты тоже в достатке. На сегодняшний день наши склады находятся в стопроцентной готовности. С сегодняшнего дня началась закладка. Закупы осуществляются непосредственно у сельхозтоваропроизводителей. После закладки в овощехранилищах будет создано оптимальное условие хранения. То есть будет выставлена необходимая температура, процент влажности, что позволит обеспечить сохранность данной продукции. И по решению комиссии СПК уже будет проводить товарную интервенцию. То есть выпускать эту продукцию на рынок в период повышения цен. По подсчетам, в данное время плодовощной продукции всего 1620 тонн. Управление предпринимательства предлагает проводить закуп по ценам от 40 до 50 тенге. По сравнению с прошлым годом увеличился объем закладки по картофелю, капусте и свекле. В Карагандинской области снижается количество краж скота. Но, как ни парадоксально, раскрываемость подобных преступлений тоже снизилась. Сотрудники прокуратуры озабочены таким положением дел. С их слов, это связано с беспечностью владельцев животных и плохо организованной работой следственных органов. Частыми причинами плохой раскрываемости преступлений, связанных с воровством скота, прокуроры назвали некачественную работу полицейских. С их слов, в ходе проверок выяснилось, плюстители порядка не на должном уровне проводят следственные мероприятия. Признание допроса потерпевшего обязательно поэту и формально отличные допросы свидетелей, которые ничего не видят и ничего не слышат, после которого составляется отдельное поручение и получают соответствие подразделения директорной полиции. На всю эту задачу составляет следствие, остальное время дело не расследуется. Со слов прокуроров, Акимы некоторых городов и районов не проводят профилактические работы по предотвращению преступлений. Зачастую пропавших животных, нетушных меток или выпас производится в неположенных местах. Места в области не подъявлены, скот фактически подъявлено неорганизованно. В следствии сложного, помимо того, что мы имеем в виду другого подъема безопасности дорожного движения. Есть масса примеров, когда послушатель бесконтрольного подъявленного скота является причиной директорной. Наибольшие всего преступления данной категории совершены на территориях Бухаржраусского, Сакаровского, Каркаралинского, Жанаркинского и Шетского районах. Рост преступлений отмечается именно в осенний период. Наибольшей популярностью у преступников пользуется мелкий рогатый скот. Всего в первом полугодии 2015 года было похищено более 400 голов. На нас с вами лежит обязанность быть готовы противостоять, а главное не допустить криминальных проявлений. Уже сегодня необходимо пересмотреть и дополнительно выработать комплекс мероприятий, направленных на выявление мест быта и незаконной скупки мяса крупного рогатого скота. В ходе встречи собравшиеся представители прокуратуры, полиции и ветеринарных служб договорились о взаимоинформировании о фактах незаконной скупки мяса и лицах, осуществляющих эту деятельность. Со слов организаторов заседания, это поможет оперативному раскрытию краж. Аймамрина Исламбегусман, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде 1 октября официально стартовал отопительный сезон. Местные власти уверяют, что город полностью готов к зимним холодам, невзирая на ямы и разрытые траншеи для ремонта труб, реконструкция которых продлится до конца месяца. В этом году местные теплоэнергетики затеяли огромные ремонтные работы сетей. В число объектов реконструкции попали улицы Гоголя, Ленина и Нуркена-Бдерова. В настоящее время сварка труб уже завершена и постепенно дается тепло домам. На сегодня, как мы говорили, до 30-го числа подрядчик закончил эти работы, и мы начинаем запуск. Этот район до 10-го числа поэтапно, где-то получится 1-го, где-то 2-го, где-то 3-го, 4-го поэтапно. Сразу это не одна емкость, которую быстро можно налить водой, сами понимаете. Это поэтапное заполнение сетей. 1-го октября все работы должны были завершиться, включая дороги, которые должны были быть заасфальтированы, что, конечно, не выполнили в сроке. Но на столь долгий ожидаемый асфальт подрядчики дают гарантию на три года. А пока новейшие трубы остаются под взор прохожих и затрудняют движение автомобилей. Ошибочка нет. 30-го сентября должна была быть вся тепловая трасса уложена. Мы срок этот выполнили. К 30-му, значит, к 1-му ноябрю мы должны, согласно графику, завершить полностью асфальтирование, то есть сдать полностью объект. Мы этих графиков и придерживаемся. В разрытых улицах города в настоящее время отопления отсутствует. Как сообщил сегодня заместитель Акима Арман Джумикенов, с начала текущего месяца в городе начался разворот системы телеснабжения. Сегодня к теплу в городе подключили больше половины запланированных домов, детские сады, школы и больницы. Никаких задержек с началом отопительного сезона не будет. То есть наши сегодняшние тепловые сети готовы к приему тепла поэтапно, как оно было запланировано с 1 октября до 10 октября. Во всех жилых домах, объектах Соскульбыта мы подадим временно тепло. Вот так без никаких задержек с разрытыми траншеями встретили отопительный сезон карагандинцы. За два дня прививку против кори уже получили 45% подростков от 15 до 19 лет. Дополнительная вакцинация проводится в целях профилактики заражения коревой инфекцией. Как себя чувствуют студенты после прививки, узнавал наш корреспондент. Все привитые студенты чувствуют себя хорошо. Осложнений или реакций ни у кого нет. За студентами после вакцинации наблюдают специализированные бригады. Со слов врачей, подростки делать такую процедуру не боялись. Некоторые даже убедились делать прививку своих одноклассников и сокурсников. Коревая инфекция очень грозная инфекция. Своими осложнениями может быть кератоконъюнктивит, который может привести к полной слепоте, менинг, энцефалиты, пневмонии. И большое воздействие коревой вирус оказывает на репродуктивное здоровье молодежи. Благодаря проводимым родительским преподавательским собраниям и профилактическим беседам количество согласившихся на вакцинацию значительно увеличилось. Врачи утверждали, что прививка от кори необходима молодому организму, так как они больше подвержены этому опасному заболеванию. Ученики, студенты, родители и сами врачи призывают отказавшихся от вакцинации изменить свое решение и обезопасить детей от кори. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Прошел вечер поэзии «Алаштын Аркала Ахана», посвященной 65-летию поэта Сирика Аксун Карулы. Стихи заслуженного деятеля искусств переведены на несколько языков, а в следующем году творчество поэта планируют разместить в музее Карагандинской области. На вечере поэзии писатель встретился со своими читателями. Это были ученые и студенты вузов нашего города и члены Карагандинского филиала Союза писателей Казахстана. Поклонники творчества Сирика Аксун Карулы исполняли песни и читали стихи поэта. В связи с празднованием 550-летия казахского ханства я написал много произведений. О своих работах я всегда делюсь со своими читателями на страницах в Фейсбуке. Скоро эти же свежие работы я собираюсь издать. Я считаю, что поэзия для будущего поколения является не просто духовным богатством, но и прямым жизненным путеводителем. Как известно, Сирика Аксун Карулы – заслуженный деятель искусств Казахстана. Его творчество популярно не только в нашей республике, но и в соседних странах. Стихи переведены на несколько языков. Всего на счету автора 10 книг. Сегодняшняя встреча играет особую роль в культурной деятельности города. Мы уже давно собираем все произведения поэта и в будущем планируем показать их на литературных выставках. Сирик Аксун Карулы в своих произведениях пропагандирует уважение к духовной культуре казахского народа. На сегодняшний день у поэта множество читателей по всей стране. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Крагандинский. Праздник пожилых людей и учителей стал поводом для встречи двух команд для товарищеской игры по шахматам. Такие турниры по этому виду спорта в области стартовали еще с 2011 года и сегодня набирают большие обороты. И, конечно же, каждая встреча несет за собой особую лепту. Подробности в сюжете Гульзат Саховой. Организаторами турнира выступили общественная организация «Ардагер-2012», а количество участников было по 20 человек. С каждого по 10 шахматистов сражались за командную победу. Этот турнир, начиная с 2011 года, успел провести по области 38 встреч. Наша команда, называемая ветеранская шахматная команда области, именуемая «Дети войны», находится в составе областного общественного фонда «Ардагер-2012». Так называются юридические его названия этой организации. Это чисто ветеранская организация, которая занимается только единственной целью, которого является популяризация шахматной игры среди молодежи, студентов, школьников по районам и городам непосредственно внутри области нашей. Среди участников турнира были и чемпионы городских и областных турниров по шахмату. Данная встреча происходила в дружеской обстановке, которая сумела объединить всех любителей этого вида спорта. В 85-м году по шахтерскому стажу вышел на пенсию. Сейчас времени стало больше, как вышел на пенсию. Сейчас я играю в шахматы и стараюсь привлекать шахматам молодежь, потрясающие поколения, потому что шахматы относят к спорту, науке и искусству. Кто играет в шахматы, у него мозг лучше работает, и в старости меньше поддерживается склерозу. Организация таких мероприятий является поучительным примером для будущего поколения, ведь сегодня число интересующихся шахматами по области вырастает с каждым годом. Она хорошо развивает в человеке память и логику. На этом у меня все. Если у вас есть интересная информация, звоните к нам в редакцию по номеру 420649. Я с вами прощаюсь. Аман Сау Болонзар.